МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чи будет, чи не будет, все равно абсолютно. Чи не будет и не, чи будет. Ну, все же, вы говорите, районные радости шло. Вот, все равно. Чтоб был добробут людям, фабрики завода, чтоб працевало, чтоб люди были заняты". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю, что чем больше депутатов и маленьких королей, тем хуже. И, мне кажется, достаточно городской рады для решения вопросов всеобщим. И мне кажется, что, скажем, такая расстановка дел создает некоторые грани между районами. Типа один район лучше, другой хуже. Мне кажется, лучше решать проблемы всего города, а не порайонно. И рада должна быть одна на весь город. Для этого достаточно городской рады. Обустроить, обустроить сквер или райончик, это, мне кажется, не такое большое, великое, очень сложное занятое дело, чтоб с этим не справилась городская администрация. Мне кажется, не стоит тратить на это деньги бюджет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это получается, как в Радянском Союзе, бюлократичная система. По суті, ни в районной раде, ни в депутатах КМДА мы не можем контролировать, ни откликать, ни притягивать до ответственности за невыконание наших наказов. Почему? Потому что между выборцами и кандидатами, которых мы выбираем, отсутствуют цивильно-трудовые договорные отношения. Поэтому будут районные рады, не будут районные рады. Это питание, понимаете, местечкового значения. Чему? Найголовнейшее вопрос, которое сегодня турбует всех украинцев, это законодательная, законодательная и судовая влада. Районные рады в городе Киеве нужны для того, чтобы было куди вернуться любому гражданину Киева, даже в Украине, если он приехал из другого города или из другой области, чтобы можно было вернуться. Сейчас никуда вернуться. Горисполком, извините, не так попадешь. Я уже на пенсии, какие у меня могут быть вопросы? Я думаю, что вы их будете решать, чтобы место стало красивейшим, чтобы в местах меньше было на тротуарах, так как сейчас стоят машин. Ранее их никогда не было. И никто не говорил, что не нужно их ставить, но не ставили. Может, молодые наши люди понимают, что это место, что это все-таки столица великой страны, потому что Украина все-таки велика страна. И когда у нас не будет войны, будет все спокойно, и вы будете жить счастливо. На мою думку, районные ради в Киеве больше как потребны, потому что децентрализация в любом случае это в любом случае доброе. Мы можем за помощью районных рад впливать на какой-то обсяг людей и наводить порядок в какой-то зоне, а не по всему Киеву. Ну, как пример, это что доглядать за одними дитиною, что доглядать за десятьми детьми. Я думаю, ось вся и ответственность, для чего нужны районные ради в городе Киеве. Особенно Киеву нужна система законодавчої влади как на районном, так и на столичном уровне. Это должна быть система, которая започатковывает принцип всеедности в усих сферах суспільно-політичного и социально-экономического життя Киеву. Разом с децентрализацией влади, благодаря интеграции, то есть с встречным процессом снизу до верху, создаетесь на принципи всеедности, то есть на науково обрунтованной основе, системное законодавство, системное, безконфликтное, которое обеспечит гармонийный развитие всех сфер життя столицы. Без районных рад этого не возможно. Шановные кияни, как известно, 23 липня этого года Киевская Минская Рада приняла надзвичайно важливый закон. Это выборы до местных рад депутатов, которые должны быть на 27 березня 2016 года. На мой взгляд, это решение для самого Киева и для его жителей имеет значение. Почему? Потому что, как известно, раньше депутаты, как правило, принадлежатся владой. И, как правило, эти депутаты больше слушали самовладу, чем решить проблемы, которые должны будут решать. Сейчас это будет практически наоборот. Киевская выбора тех людей, которые знают прекрасно проблемы этого города, они должны знать их, которые будут успешны их решать и которые будут решать на благо этого города. И поэтому я считаю, что есть и второй позитив. Как известно, наша влада приняла закон про децентрализацию влади. Вы чётко знаете про то, что этот закон есть позитивный в том плане, что на местах больше влади мает народ, больше используют финансы, которые идут вверху. И это, как правило, очень важное значение. Почему? Потому что любая влада, которая шла, любые чиновники, которые шли до влади, они шли с такими лозунгами «Вся влада народу». Ну, чому-то прийшли до влади, они цей народ забывали. И тому, если мы с вами будем чётко знать, кого мы выбираем, если мы будем знать ее возможности, если мы будем знать, на что он способен, если это будет профессионал, то понятно, что любая проблема, так же и наша, будет вырисовать позитивно. И поэтому от нас, от нашего желания, от нашего знания, за кого мы голосуем, это будут быть частные, принциповые люди, которых у нас очень много в Украине. Я всё-таки думаю, что районные советы в городе Киеве, ну, я думаю, необходимы, так как город Киев очень большой, он действительно огромный, и все вопросы, все проблемы, которые существуют в этом городе, одна киевская мэрия решить, ну, просто не в состоянии. То есть, мне кажется, должен быть в каждом районе комитет, Рада, как он будет там называться, как закон гласит, я не знаю, куда должен будет выбираться депутат, я думаю, самое логичное будет, чтобы он был именно с этого района, а не с какого-то другого, чтобы, то есть, он сам видел проблемы, которые существуют в этом районе, чтобы он мог приложить как можно больше усилий для их решения. Районные советы будут обходиться городу примерно, ну, может быть, там в 10 раз дешевле, чем районные администрации, райисполкомы. Ну, насколько я знаю, депутаты будут работать на общественных началах, но, мне кажется, как бы это не совсем может быть и правильно, потому что им уж нужно за что-то существовать депутату, поэтому, может быть, хотя бы самую минимальную, может быть, со временем что-то поменяется, может быть, будут какие-то реформы. Ну, я думаю, это городу необходимо. Районные советы в городе Киеве. Конечно, нужны. Ну, потому что, начнем с того, что, во-первых, это не дураки придумали. Один человек, например, мэр, не может охватить, да, правильно, все, весь этот масштаб. Все равно нужно делить. Я думаю, районные советы будут полезны. Районные советы в городе Киеве. Я не могу однозначно сказать, нужны они или не нужны. Я не слишком компетентен в этом вопросе, но хочу прокомментировать несколько вещей. Во-первых, я так понял, когда-то они уже существовали. Мне бы хотелось понять, почему их на тот момент убрали. Децентрализация власти, это здорово, но возникает опять вопрос, как сделать так, чтобы эти люди действительно были отчетны перед народом? Кто будет следить за результатом? Как их потом можно снять? Можно ли их снять быстро? Можно ли их сразу поменять? Эти вопросы, о которых я, к сожалению, не знаю, но если этот документ адресовывай, то это замечательно. Районные рады в городе Киеве, я не уверена, что, вот я скажу верно, потому что, Передние Верховные Рады, они не вырешивали в районе Рады, они не вырешивали вопрос, граждан. Те, что интересовало граждан, не встречались с гражданами. Но сейчас меняется ситуация, меняются, даются другие задачи для решения. То, если они сплотятся, то, может, и будут вырешивать. И в Одессе тоже такая же ситуация, когда нет районных рад. Районные рады, они бы, они бы, они бы, для того, чтобы вырешивать безусловные проблемы, которые связаны с способом надания послугам людям. Вот, например, в городе Киеве, это прекрасное, гарное место, но, если вы посмотрите, нет полива, от каштани. Киев, каштани, это же податожнююся, и они желтят. Почему никто не занимается тем, чтобы поливать, чтобы они были зеленые? Я думаю, что это, одесса, Киевская Минская Рада, она занимается, ну, надто, высоко стоять, значит, и далеко от людей, значит, а районные рады, они бы могли бы безусловно враховывать думки, значит, интересы, потребы, послуги людям, которые живут безусловно, значит, в месте. Ну, мне кажется, что все-таки с чего-то нужно начать, и идея, вообще, непогана, но надо будет смотреть, как это будет работать. Гарная идея, что депутаты будут работать на гражданах, возможно, что это все-таки изменится, и придут до влады, до такой месяцковой влады, сведомь какие-то депутаты, кому потребен самая какой-то развиток, а не просто гроши. Но мы увидим, что это будет. Все-таки, мне кажется, что районные ради в месте Киеве – это хорошая идея, которую нужно, как минимум, попробовать и поделиться, протестировать, что она будет. я понимаю политику оцю так, что, когда выбрали президента, то он создал гилку влады, которая безусловно, она не выбиралась народом, а она призналась самим президентом, керевниками районной администрации, президента, и так далее. Они призначались. А районные ради, они – это депутаты, которые выбираются людьми. И это народная влада, а не президентская. У президента своих хлопятов достаточно. У него там есть силовые структури, которыми он должен керовать, а уже остальными нехай керую и другие. Я никогда не хотела быть ни депутатом, ни районной, ни якой ради, ни керевником никаким. А звертатись до них за допомогою, безусловно, люди будут, и они будут вислуховывать, это не сидеть в своих радах, мовчки там тихо, а відповідати на запроси людей, которые их выбрали, и приглашать их на заседание. На мою думку, замена адміністрації на ради району это позитивный напрямок, и нужно так сказать, все поддерживать. Ну, вопрос много в людей возникает, поэтому нужно, чтобы думка оценивала оценивание людей, если она сказала, чтобы она где-то была, так сказать, зарегистрирована, и таким чином все будет позитивно, тобто, народ ближе до влади. На мою думку, чем мы будем ближе с этими, так сказать, радами спілкуватися, тим ми можем свои, так сказать, питания вирішувати, тим більше, як говорится, чим ближе, тим краще. Районні ради повинні повернутися в місто Київ, потому что все, что происходит в МИСКРАДе, оно недоступное для граждан других районов. Поэтому місцевые ради должны быть, депутаты должны быть выбраны из лидеров громадской думки, и они тогда будут доступны для всех жителей районов. И это самое важное, чтобы ради працювали на людей. Возвращение райсоветов в районы Киева, значит, отношусь к этому отрицательно. Вы понимаете, как говорят, децентрализация власти. Посмотрите, Киев это всего лишь город. У нас есть Киев Рада, которая утвердила бюджет. И вполне достаточно райдержадминистрации в каждом районе, которая знает, куда и что ей потратить. Она кашторис свой дает в городскую администрацию, там уже составляют на этот кашторис с учетом этого кашториса бюджет города, и потом деньги возвращаются, идти действуют. Если на общественных началах то тогда выборы не нужны, потому что несколько будет выбирать. Никто туда без зарплаты работать не пойдет. Это надо будет упрашивать и доска говорит, а кто хочет? Понимаете, никто не придет туда работать. Если допустим человек работает на своем месте работы и там два дня в неделю он работает как депутат районной рады, то тогда с сохранением эти два дня оформляется как командировка. За то, что он работает, допустим, ему дополнительно государство будет какую-то премию 10-15 процентов от заработка делать. Ну, как в Советском Союзе было. Но тогда депутатов найти будет невозможно. Никто не пойдет. Всегда должно быть один законодательный орган на город один и на область один должен быть. Районные ради в Киеве с одной стороны должны быть, а с другой они не нужны. То есть без деятельности за 24 года независимости привела нас до того, где мы сейчас все. И каждый поделился вокруг себя и увидел, где ты есть, с кем, с кем, с кем. То есть нужно смотреться в прошлом. Повинны люди выбирать, а не партии. Депутата нужно не выбирать, а проверять на его действии. Вот как берут человека на работу, взяли человека на неделю, на две, побачили, что за людина, и все. Будешь працювать, не будешь. Месяц, вот на месяц, месяц сроку выбрали депутата, дали ему месяц сроку, побачили, что он сделал, что он может, кто он, что он. районные совет в городе Киеве, я думаю, что они нужны все-таки. потому что, ну, как бы, ну, как правильно сказать, ну, будет, как бы, ну, будет, как бы, ну, реально будет, как бы, с кого спросить, и будет больше порядка, я думаю. Ну, потому что депутаты будут выбираться теми жителями района, они будут лично их видеть, будет лично с ними общаться, будут конкретно знать человека этого, а не только его по телевизору видеть, и все. Районные рады не нужны ни в Киеве, ни в других регионах, они вообще, ну, потому что, во-первых, они никаких вопросов не решают, для общественности бесполезны только большие затраты на их, на, вообще, на существование этого аппарата, на эти, на здания и на все остальное. То есть, они не нужны. Достаточно будет только мискрад, городских рад и областных. Я думаю, вот этого достаточно. Я думаю, они решат, они не решат, они, в принципе, никогда не решали этих. Да, обращались с ним бабушки, дедушки, все граждане. Они записывали, как правило, это отписки или для каких-то, скажем так, для статистики. Решают эти проблемы больше громадские организации, какие-то либо партии. Они могут решать, нужно обращаться к ним. Наслышан про новость за закон про районные рады. Я считаю, что местное самоуправление это прекрасная вещь и она обязательно каким-то образом положительно повлияет на ситуацию в городе и в стране. потому что в свое время местное самоуправление было практически уничтожено по разным причинам. Я думаю, что обязательно необходимо возрождать и это так или иначе позитивно скажется на нашем дальнейшем разбудовании нашей государства. Моя думка с приводу районных рад в городе Киеве не однозначно. Все равно с одного боку районным радам более швидше, какие проблемы необходимо решить в каждом районе. Но бюджет все равно выделяется на район из города. Поэтому децентрализация влады происходит, а децентрализация бюджетных денег не происходит. Поэтому я считаю, что особо это ничего не поменяет. То есть это дадает больше возможностей для коррупции. Я не знаю, возможно, потому что будет больше людей, которые впливают на решение какого-то конкретного вопроса. Если есть влада на местах, то это хорошо. Если нет, то это плохое, это застой, это отсутствие какого-то руха до будущего и какого-то развития. Если будет финансирование районов, будет справа. Если не будет, если все будет решиваться в центре, это будет разкрадание и не будет никакого дела. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин